Отоп-сезон начат в регионе раньше срока, с 29 сентября. Однако не везде пуск тепла прошел без сучка и задоринки. О проблемах, возникших в ходе запуска котельных и их решениях, журналистам рассказали на пресс-конференции. Следуя народной мудрости, сани в региональном правительстве начали готовить еще летом. В рамках подготовки к отопительному периоду 2015-2016 годов были осуществлены мероприятия по перекладке более 42 километров ветхих тепловых сетей, что позволило в плановом режиме осуществить подачу отопления и горячего водоснабжения от 562 источников теплоснабжения. Наряду с этим для обеспечения устойчивой и надежной работы жилищно-коммунального хозяйства, оперативного устранения повреждений и ликвидации аварийных ситуаций при прохождении отопительного сезона сформирован областной фонд материально-технических ресурсов за счет средств областного бюджета на сумму 5,3 миллиона рублей. Аварийные запасы сформированы также в муниципалитетах. Закуплены изолированные и полиэтиленовые трубы, погружные насосы, кровельные материалы на общую сумму порядка 20 миллионов рублей. И все же, несмотря на такой весомый буфер, не везде отоп-сезон начался гладко. Вшой долгое время тепловно, квартирные дома, два детских сада, школу и госуниверситет подавались только ночью. Все из-за ремонта котельной. Однако с 19 октября теплоснабжение ведется в постоянном режиме. Были также аварии в Кохме, на Ваталицах, несколько случаев в областном центре. Но все уже приведено в порядок. Все проблемные моменты, возникающие в начале, а в дальнейшем при прохождении топительного периода, находятся на постоянном контроле Департамента жилищно-коммунального хозяйства. Также на постоянном контроле регионального правительства находится ситуация с взаиморасчетами в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Наличие задолженности прямым образом влияет на обеспечение финансово-экономических условий для устойчивого функционирования предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса. Департамент УЖКХ зампред дал удовлетворительную оценку. А топ-сезон в большинстве муниципалитетов начался без сбоев. А в остальных случаях неполадки были устранены в кратчайшие сроки. Владимир Шарыпов уверен, удачный старт уже полдела. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.